Старт в этом году будет еще масштабнее. Он откроет беговой сезон в России. Количество заявок от желающих принять участие в пробежке по трассе Королевских гонок – тысячи. Но больше людей, чем может принять объект, а это около трех тысяч участников, говорят организаторы, подключить не получится. Уже зарегистрировано 2750 человек из 29 стран. Регистрацию прошли и 280 сочинцев. Это соревнование сертифицировано Ассоциацией международных марафонов и пробегов, а значит, в этом году будут поставлены рекорды. Войти в число чемпионов и пробежать по трассе, где ежегодно проносятся болиды, стремится весь мир. Ведь это возможно только в трех местах – в Дубае, Бразилии и Сочи. Дистанция пробега по Сочи автодрому составит 5 километров 550 метров. Пробежаться могут все желающие от 10 лет и старше. Это ровно один круг по трассе формулы автодрома. Если вы прочитаете в Википедии, сколько круг на формуле, он больше. Если не ошибаюсь, он 5800. Но когда мы прошли такой аппарат, есть курбиметр, когда как бегут спортсмены, они, естественно, режут каждый поворот, они едут так, как едут ваши болиды, то оказалось вот прям 5-5-5. Вторая дистанция – 21 километр – расположена по территории автоспортивного комплекса и улицам Олимпийской деревни. К забегу допускаются бегуны от 14 лет. Старт и финиш на трассе автодрома. Зрителям выделена центральная трибуна. Еще есть неделя, чтобы подать заявку для участия в полумарафоне. Необходимо зарегистрироваться на сайте и взять медицинскую справку с допуском к соревнованиям по бегу. Но организаторы уже готовы к старту, подготовили специальные футболки для участников и подписали соглашение о дальнейшем проведении полумарафона. Нам очень приятно, что организаторы на ближайшие пять лет уже приняли решение, что будет город Сочи местом проведения, что рассматривается возможность два раза в год принимать уже здесь, в городе Сочи, такое большое количество спортсменов. А с каждым годом количество кратно возрастает. И мы уверены, что один, наверное, из самых массовых спортивных мероприятий будет этот марафон. Кроме того, среди самых молодых и взрослых бегунов организаторы разыграют билеты на гран-при «Формулы-1» в России. В этом году королевские гонки на трассе Сочи автодром стартуют 28 апреля. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.